Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 36 лет, не женат, отношений тоже нет. Все бывшие говорят, что со мной было лучше всех, но есть одно но. Я сам первый инициатор разрыва отношений, моя страсть вначале быстро слабевает. Через пару месяцев у меня этот человек и женщина становятся неинтересны. Я не хочу семью и детей, но не хочу мучиться в отношениях, в браке и портить другому человеку, женщине, жизнь. Такой у нас вопрос. Значит, на что хочется обратить ваше внимание? Первое. Первое на что хочется обратить ваше внимание. Это то, на чем базируется, зиждется ваше страсть. То есть, ну, совершенно очевидно, что... Какие-то женщины вас привлекают, да, совершенно очевидно, что... Ну, условно говоря, что вот какие-то женщины вам нравятся, совершенно очевидно, что... Значит, что-то вызывает у вас, ну, вот это вот чувство, чувство такое, да, чувство, ну, страсти, например, совершенно очевидно. Далее это проходит, далее это проходит, вот. Соответственно, что вызывает страсть? Сначала. И как потом эта страсть у вас исчезает? Вот. Как конкретно она исчезает? То есть, что-то, очевидно, происходит такое у вас, что вызывает эту страсть поначалу, а потом также что-то у вас происходит, что эта страсть исчезает. И здесь очень важно понять и увидеть, как этот процесс происходит. Лично мое мнение заключается в том, что вы женщину идеализируете. То есть, а вы, например, находите ее подходящей для своих, вот, для кого, например, что вы пишете, да, хочу семью и детей, вы находитесь ее подходящей. После проведения с ней какого-то времени у вас появляются немножко другие мысли, другие появляются ощущения. И вот что это за мысли, что это за ощущения, да? Возможно, вы испытываете разочарование, возможно, вы испытываете страх, возможно, вы испытываете неудобства, возможно, вы испытываете что-то еще. Тут нужно смотреть на это. Ну вот. Но так или иначе, так или иначе, это нужно исследовать. Следующий момент. Вы пишите, значит, так, человек становится неинтересным. Опять же, что это значит? То есть вот он был вам интересен, и вот перестал. Ну, человек не меняется, скорее всего. Значит, дело в чем-то другом. Скорее всего, дело в чем-то другом. Но в чем? Это вопрос, в чем дело, да? То есть, если вы теряете интерес, к человеку, то я бы сказал, что вероятно, вероятно, он изначально, базировался на чем-то для вас. Поверхностным не существует. Но чем-то, чего вам мало. Опять же, я не знаю, с чем это связано. Что это такое? Но, тем не менее. Пока нужно вот на этом заострить ваше внимание, как минимум. Дальше. Вы говорите. Хочу семью детей. Насколько эта цель для вас важна, и чем она важна? Отдаёте ли вы себе отчет, например, в том, что как цель создания семьи и детей не очень хорошая идея. Для создания отношений. Почему? Потому что. Потому что. Человеку. Значит. Как бы. Как бы так сказать. Остаётся очень мало. Для. Плацдарма. Для. Реализации. Себя. Понимаете, да? Себя. 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 Реализует слабо. В такой. Ситуации. В таком. В таком положении. Вот. И что в итоге мы имеем? В итоге мы имеем то, что отношения могут довольно быстро прийти к своему завершению. Вот. Понимаете, да? Вот. С этим. На мой взгляд. Необходимо работать. Тоже. Чтоб вы не только уделяли внимание. Допустим. Ну. Семье. И детям. Да? Вот. Но и другим аспектам. Ну. Взаимодействия. Взаимодействия. Вот. Понимаете, да? Тогда, возможно. Вам было бы легче. Гораздо. Вот. Поэтому я думаю, что я думаю, что то, что вы. Эм. Взаимодействия. Взаимодействия. Пишите о том, что все бывшие говорят, что с вами было лучше всего. это оценка одной части вашей личности, но далеко не всей. И, как мне кажется, вы бессознательно ищете возможность реализоваться более полноценным облогом. Но сами же себя как-то вот ограничиваете, понимаете, да? Сами же себя ограничиваете в этих проявлениях, так сказать. Вот, поэтому я думаю, что такая вот история, и на это, как мне кажется, вам нужно в первую очередь обратить свое внимание на вот эти вот моменты, на вот эти аспекты. Вот, я думаю, как-то так, какой-то такой примерно ответ можно вам сейчас предложить. Бороться ничем не надо, вот, желательно просто научиться лучше себя раскрывать. Ну и проявлять себя, да, потому что... Повторюсь. Семья и дети не самый лучший мотив для создания отношений именно в долгосрочной перспективе. Потому что семью по факту не пощупать, а дети вырастут и в принципе все. Вот. И вы все равно останетесь как бы наедине с собой. Если вы боитесь страха близости, страха сближения, то это вопрос личных границ. Если вы начинаете бояться, что вас разочаруются, то это вопрос самооценки. А если вы считаете, вот вы говорите, портить жизнь другому человеку, это чувство вины. А вот, соответственно, в зависимости от ситуации, а может быть у вас и несколько сразу чувств. В зависимости от ситуации уже будет видно, в каком направлении двигаться. Вот. Удачи вам, всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на с собой работу. Всего самого доброго.